Как только понравится мужчина, сразу начинает перекравить свою жизнь, менять планы, фантазировать, какая моя жизнь может быть по-другому. И вот такую ошибку очень часто совершает огромное количество женщин. Вы знаете, когда мы только приходим, например, на свидание или начинаем ознакомиться с человеком, и вот некоторые женщины, ну и мужчины есть такие, которые только встретились, вроде бы мы только познакомились, наше отношение только-только, наше знакомство только-только начало создаваться. И у наших отношений еще нет, по сути, никаких перспектив, потому что с той точки, как только мужчина и женщина познакомились, огромное количество разных вероятностей событий. То есть с того момента, как мужчина и женщина познакомятся, и к тому моменту, будут ли у них отношения, семья, замуж и все остальное, помимо этого сценария есть еще огромное количество разных сценариев. И мы совершенно не знаем, по какому сценарию пойдет развиваться наши отношения. Но очень часто женщины совершают такую ошибку. Как только познакомились с мужчиной, мужчина понравился, и они приходят домой в эмоциях, в состоянии такой эйфории, какой он прикольный, классный, и начинают думать. То есть вы сходили только на первое свидание, а может быть там на второе, на третье, и вы уже начинаете менять свои планы на жизнь, цели, вы начинаете уже перекраивать всю свою жизнь, где вы будете жить, и чем заниматься, как распоряжаться своим временем. Вот это самая огромная ошибка. На самом деле, как только женщина начинает это делать, она энергетически уже становится своего рода как вампиром, потому что она начинает вцепливаться в этого мужчину, она начинает уже ряд событий с ним там себе в голове простраивать, и по сути она энергетически для этого мужчины становится уже очень-очень тяжелой, потому что у него нет вариантов создать что-то свое. То есть она уже начинает из всех вариантов, которые могут быть в этом мире, простраивать внутри себя такой жесткий конкретный вариант. При этом он у нее очень часто вызывает огромное количество разных эмоций, не только позитивных и типа «О, как классно изменится моя жизнь», но и негативных, потому что это действительно надо менять жизнь, и какие-то изменения могут пугать. И вот она сама себя, короче, грузанула, потом обрадовала, напугала, испытала целый коктейль эмоций, и в принципе очень часто на этом отношения заканчиваются. То есть мужчина дальше не продолжает писать, не продолжает с этой женщиной встраивать какую-то коммуникацию. И женщины потом приходят типа с таким страхом. То есть сначала они боятся, что он им понравится, что надо жизнь менять, потом они боятся тому, что он куда-то потерялся. Так вот, это огромная ошибка, потому что если посмотреть на это глазами мужчины, то что видит мужчина? Он только пришел на свидание. Он с вами познакомился, пообщался. Возможно, у него возникла к вам симпатия. И тут с другой стороны он начинает ощущать какую-то тяжесть, какой-то груз, какие-то эмоциональные переживания, какие-то эти… И он не может понять, что он иногда часто думает, что эта женщина какая-то тяжелая, такая грузящая. И он думает, боже мой, если вот мы только познакомились, только начали отношения, а уже какое-то такое ощущение странное рядом с ней, то что дальше будет? Что вообще кошмар будет? Потом мозг выносить и все остальное. Она думает, ну его нафиг надо, и перестает с ней общаться. А женщина думает, боже мой, я себе тут уже планы изменила, я уже тут столько всего, а он раз и потерялся. Что же такое происходит? Вроде бы ему понравились, вроде так все классно, вроде такое свидание было классно. А на энергетическом уровне, вот такой своей привычкой, вы уже на эти отношения наложили столько веса, а ваши отношения только зародились. Но нет в них еще такой прочной основы, нет еще такого фундамента, на который можно вот эти грузящие стены или столько всего накладывать. Вы понимаете, чтобы строить какие-то планы, какие-то цели, во-первых, их нужно строить обоюдно, их нужно обговаривать, их нужно вместе создавать. Это первый шаг. Во-вторых, должен быть простроен сначала фундамент. И еще такая огромная ошибка, которую женщины совершают, они не дают возможность простроить этот фундамент мужчине, потому что фундамент отношений больше всего он создается от намерения мужчины. То есть когда у мужчины есть намерение строить с вами какие-то отношения, он начинает заботиться, он начинает ухаживать, он по сути вас вырывает из вашей жизни на какие-то свидания, на какие-то неожиданные поездки, куда-то, где-то. То есть дайте эту возможность мужчине внедриться в вашу жизнь и как-то на нее повлиять, как-то в ней что-то поменять. Не делайте это все вместо него. Когда вы делаете это все вместо него, вы знаете, как для мужчины тут нет поля действия, типа, блин, уже все сделано, даже не интересно и скучно. Дайте мужчине такую возможность как повлиять на вашу жизнь, повлиять на ваше расписание, на ваш график, начать подстраиваться. Вы понимаете, даже природа мужчины, вот эта мужская энергия, то есть это даже телесно, как мы устроены, мужчина во время желания сексуальной близости становится твердый, упругий, он проникает. Вот разрешите мужчине иметь желание, иметь возбуждение к вам, иметь симпатию и проникать в вашу жизнь. То есть изначально до того, как случится какой-то ваша сексуальная близость или ваши отношения перейдут на другой уровень, разрешите ему проникать в вашу жизнь. То есть писать вам, хотеть вам встретиться, ага, сегодня ты не можешь, окей, а завтра. То есть подбирать вот эти дни, когда вы сможете встретиться, то есть быть настойчивым, ждать, дайте ему эту возможность, пусть человек получит удовольствие и вам на самом деле тоже от этого будет намного больше удовольствия. Но для этого, чтобы женщина разрешила мужчине вот вести себя по-другому и быть заинтересована в отношениях, потому что, смотрите, наша задача сначала, как бы первых свиданий и до каких-то уже серьёзных отношений, вначале очень простая. Мы должны просто нравиться этому мужчине и быть спокойной и расслабленной и разрешать ему возле нас кружить, соглашаться на какие-то моменты, а где-то не соглашаться, то есть где-то говорить, что да, сегодня я могу, а сегодня, ну, прости, у меня планы, у меня есть своя жизнь, и я тоже не буду её менять. И вот этими моментами мы делаем наши отношения интересные и вкусные. Но вот здесь вот задача женщины, это как снять вот этот груз, который происходит в голове, когда ты приходишь к свиданию, как ничего не планировать, как просто расслабиться и как просто получить удовольствие. Вот вы сходили на свидание, вам понравился мужчина, блин, придите и просто кайфаните от того, что какой классный был вечер, какой классный человек, как вам было круто, насколько много было всего такого классного сегодня проведён. просто разрешите себе кайфануть, потому что на самом деле вот это вот разрешение себе получать удовольствие, это огромная травма. Многие себе запрещают уже во взрослом возрасте осознанно получать удовольствие, побыть в этом состоянии удовольствия, прям прожить эти эмоции, потому что в детстве за удовольствие очень часто наказывали, ругали, и было очень много разных таких сценариев, когда вам было как-то хорошо, вам было приятно, а потом за это приходил, и кто-то что-то делал. Поэтому вы сейчас, в возрасте, начинайте сами себе обрезать вот это удовольствие. То есть вместо того, чтобы быть в состоянии удовольствия, наслаждения, кайфа от того, что вам было вместе хорошо, от того, что такой интересный, красивый мужчина пригласил вас на свидание, например, вы начинаете себя грузить, вы начинаете с ума сходить, вы начинаете увлекаться теми мыслями, которые возникают в голове, и делать их более тяжёлыми, энергетически заряженными, эмоционально подкреплёнными. Вот научитесь себе говорить «Стоп! Пришли со свидания!» Вдох-выдох. У меня есть практика на канале про комплекс дыхания. Я не помню, видео называется, кажется, как справиться с стрессом. Там есть шикарная практика, как правильно дышать, как увеличить свой эмоциональный контейнер. И вот просто дышим, дышим, дышим и дышим. Делаем дыхание, пока не появится ощущение расслабления. Ваша задача – расслабиться и получать удовольствие. Первое время, когда только начинаются ваши отношения, расслабляемся и получаем удовольствие. Расслабляемся и получаем удовольствие. Всё, вот это ваше единственное золотое правило. Всё остальное разрешите пока делать мужчине. И нравится ещё мужчине. А когда уже ваши отношения начнут переходить на другой уровень, там у вас уже добавятся каких-то задач. Но опять же, всё решается по мере их поступления. То есть отношения – это танец. Каждое движение изучается постепенно, а не сразу. Невозможно выучить весь танец, не находясь в паре. То есть вы тут выучиваете соло всё, все свои движения. Тут раз встречаете мужчину, вы прям идеально сходитесь. Нет, всё начинается постепенно. Вы подстраиваетесь, вы знакомитесь, вы находитесь. То есть отношения – это очень такое движущее пространство. Это очень движущее и очень гибкое, когда нельзя тут ничего спланировать, нельзя простроить никакой жёсткий план. И даже те планы, которые вы в голове себе простраиваете, нет никакой гарантии, что будет именно так, как вы простроили. Поэтому не напрягайте свой мозг, не заставляйте его просто так сжигать огромное количество энергии напрасно. Разрешите себе проживать эти моменты и чувствовать, что происходит, насколько вас это наполняет, насколько вас это радует, насколько вам это доставляет удовольствие. Будьте в этом состоянии. И тогда намного больше шансов, что ваши отношения будут, во-первых, более длительные, и, возможно, перейдут в долгосрочный формат, а, возможно, ваши отношения будут всё время раскрываться ещё ярче, ярче, ярче. А если нет, вы знаете, иногда тоже очень выгодно выйти из каких-то отношений, даже через краткосрочный период. Ну, вы знаете, зачем тратить годы жизни на человека, с которым вам не по пути. Иногда выгодно это осознать и с этим встретиться ещё очень-очень, говорится, в маленьком периоде, даже если после нескольких свиданий, и даже если вам понравилось, а что-то пошло не так, ну, блин, возможно, это не для вас. Да, это печально, это расстраивает, ну, здесь, знаете, как в детстве. Хотел эту игрушку, но не получилось. Но подожди, чуть-чуть тебе подарят ещё лучше. Вот это самое главное, знать, что придёт ещё лучше, вот верить в это и обязательно так будет. Пишите свои комментарии, пишите свои вопросы в теме отношений, в теме того, как начинать отношения, может быть, когда вы уже в отношениях, возможно, у вас есть желание перезагрузить ваши отношения, задавайте более чёткие, конкретные вопросы, я буду на них отвечать в следующих своих видео. Также пишите в комментариях, насколько вам отзывается вот эта тема, когда только понравился человек, а у вас уже тут просто мозг кипит, начинают какие-то цели, планы простроить. Вы знаете, я и мужчин таких знаю, которые тоже точно такой же хернёй, скажем, занимаются, следили на первое свидание и уже начинают там строить планы, фантазировать, какой-то там ерундой заниматься в голове. Поэтому пишите, насколько вам это отзывается, насколько знакомо, было ли у вас такое, или у вас знакомых было такое. И обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. До скорых встреч! До новых встреч! До новых встреч!